Как прошла тренировка? Что сегодня можете отработать? Нормально. Отработали. Кое-какие моменты по тактике. В принципе, что и планировали. Тактика все-таки есть? Конечно. Не столько много, но основные моменты проработали. А что именно? Разные фазы. И в обороне, и в атаке, и в прессинге. В свете необычности, скажем так, соперника, возникает вопрос, смотрели ли вы какое-то видео о сборной Киргизии и планируете это смотреть? Да, смотрели, да. Некоторые отрывки, как и выход из обороны, как и прессингуют и так далее. Тоже смотрели, в общем. Какое впечатление на вас это произвело? Не знаю, обычное. Пока я не знаю. Но вы много смотрели матчей? Не, немного. Ну, я имею в виду не Киргизии, а в принципе на теориях. Это какого уровня команда? Так по видео не могу сказать. Ну как, ну это команда, я не знаю. Наши вторые восьмерки. Ну я так не могу определить, какой это восьмерки. По тому, как проходят тренировки, есть понимание уже по составу? Не знаю, я особо не обращал внимания на состав, потому что все менялись. Будет известно, я думаю, на предыгровой плюс-минус. Вчера у всех ребят спрашивали про решение по евро, да? Тебя тоже спросили. Как отреагировал? Ожидаемо? Ожидаемо? Как тут всегда говорить? Ну, я думаю, что было более ожидаемо, чем нет. Я бы сильно удивился, наверное, если бы все-таки нам разрешили играть. Ну, обидно, конечно, но что поделать. Будем дальше. Играть, тренироваться. Я правильно понимаю, что у вас житейская ситуация? У вас трагедии в команды никакой не было? Ну, потому что мы и так один турнир уже пропустили, в принципе, и для нас это, можно сказать, необычно. Да, может быть, потому что уже не то, что привыкшие, но уже были в этой ситуации, поэтому не сильно удивились. Как бы, ну, ожидаемо было. Что для вас тогда является мотивацией? Обычно для сборников это большой турнир, куда хочется попасть? Ну, это было, да, одна из мотиваций. Теперь мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших футболистов страны на момент вызова. В принципе, это хорошая мотивация, я считаю. Ну, то есть, что стать лучшей формой страны для вас? Да, почему нет? Ну, а что это? А ради чего еще играть? Ну, это круто, да. Это спортивная мотивация, да? Ну, так, профессионалы все. Я думаю, это серьезный подход. И точно никто не будет расслабляться сейчас. И не хотеть в сборную играть на полноги. Также будем выполнять свои задачи какие-то. Также стремиться в сборную попасть. То есть, тренировочный процесс в Карпе на сборной и в Ростове насколько оно отличается? Ну, похоже, похоже. Некоторые моментов нет, конечно, но похоже. То есть, тактические моменты и так. И подход к тренировкам. То есть, и до, и после тренировки, в принципе, для нас, там, для пацанов из Ростова ничего нового, скажем так, грубо говоря, нет. В сборной? Ну, чуть-чуть. Как? Нормально. Ну, для нас нормально. В Ростове сейчас с вашей связкой есть мем про, ну, погоди, у сборной что-то такое было. Может, тоже из других команд ребят подшучивать на эту тему? Ну, нет. Ребята вроде как не подшучивали. Но, насколько я знаю, что-то возможно будет. Но, я думаю, много на это есть мыслей у ребят. Что это происходит? Не знаю. Я же говорю, я не знаю. Мысли, наверное, у них есть. Съемка? Ну, наверное, да. У них спросится. А что это за съемка была? Давайте, что РФ стоит, где вы втроем, значит, сидите и как-то был в бане и что-то такое. Съемка? Какая съемка? Не было съемки, да? От РФС? Нет? Смотрите, а там ничего не появилось? Где-то другие съемки из бани? Ну, баня вообще съемок? Нет, да. А, это у Глеба Упост был. А, наверное. Но это не РФС. Ну, не РФС. А что это такое? Ничего. У нас был день восстановительный. Мы поехали восстановлюсь в баню. И так на реке есть? Ну, да. Ради фото чуть-чуть. Смешно было просто. То есть это не запланированная какая-то история? Да нет. Ну, получилось весело и необычно, в принципе. Я вернусь к сборной Киргизии. Может быть, необычные куски, сильные стороны, может, выделить команду. Чего опасаться сборной России? Себя. Расслабление. Что можно подойти не с тем настроем на эту команду. Понятно, команда, наверное, не грант даже азиатского футбола, да? Ну, все равно. Это может быть. Вопрос мотивации, я думаю, только. Вот это, кстати, важный вопрос о том, как мы такие команды настраиваемся. Учитывая, да, что если бы это были в полной отборочной турнире, там не важно, с кем ты играешь. Хоть мальчик или Сан-Марина. Понятно, что ты выкладываешься, потому что это очки. Когда ты играешь с командами на товарищеские матчи в Киргизии, ну, у вас, вы говорите, я хочу стать лучше нападающим, у вас мотивация есть. Как вообще в целом в команде относится общий такой, общий настрой, общие ощущения ехать, играть с Киргизией? Слушай, ну, во-первых, мы едем все играть за страну. Это номер один мотивация для всех. То есть, во-вторых, как бы там результат не был, каждый играет и показывает себя тренеру. Там особенно ребята, кто там и я, допустим, в том числе, кто вызывался, вызывается первый раз. Тоже показать себя и тренеру, чтобы в будущем он на тебя крест не поставил. Тоже как одна из мотиваций. Сейчас вообще получается думать о футболе? Что много новостей разных. Ну, стараемся, да, стараемся все-таки как-то переключаться, переключаться, все-таки думать больше о футболе. Я правильно переформулирую, исходя из того, что вы сказали, бояться самих себя, то мотивация избежать позора? Ну, грубо говоря, позора. Ну, что позора? Ну, не дай бог проиграть там. Ну, ну, выйти, ну, если мы там в хорошей форме, то нужно обыгрывать, понятное дело, выходить и выполнять требования. Ну, это футбол, сами знаете, как пойдет, но главное, я же говорю, выйти с нормальной мотивацией, с нормальным настроением на эту игру. Что нужно сделать, чтобы мотивация была нормальная? Ничего, сама отдача, выполнение игровой дисциплины, в первую очередь, единоборство, тот же пробег, все должно быть на уровне и выше, в принципе. Мы видели видос из Ростова СММ, когда, как правильно, Пантера, Тумба бьет куда-то на третий этаж. И, в общем, соответствующие комментарии Валерия Георгиевича последовали. Есть ли в сборной России футболисты, которые способны ударить так, как на Тумба и получить соответствующий комментарий? Ну, почему нет? Ну, может не получиться удары, что здесь такого, если один удар не получится, а я… Ну, а вы выложите это, из 10 ударов один ты ударишь мимо, и вы выложите это… То есть он, в принципе, бьет лучше? Нет, он, ну, он нормально может ударить, в принципе. Потом он на следующий день пробил три раза, нормально три гола забил, но уже это не выложили. Ну, серьезно так было. Ну, то есть, да, он говорит, вот медиалига, показал уровень типа. Но не выложили это, а выложили то, как вот Георгиевич подшутил и как он не попал. Сейчас много говорят о том, что может быть сборная стоит там с командой из медиалиги, сыграть как Санкалу, или все сборные звезды, это было бы интересно? Да, я не знаю, я уже играл с командой медиалиги, ничего особенного, вышли как на тренировку, даже если хоккеисты забивают уже, о чем мы говорим. Ну, это уже как решит РФС. Тренер сказал вчера, ну, выйдем, шоу покажем, что такого. У вас есть ощущение, что после матча с Торпедо вас будут судить как-то особенным образом, не свистеть фолы в штрафной против вас? Это мы уже сейчас возвращаемся к российской премьер-лиге, получается? Ну, один вопрос можно. Ну, уже плюс-минус я прочувствовал это в игре с «Спартаком». Ну, то есть массируют хорошо, а не свистят? Ну, можно так сказать. О чем это говорит? Ни о чем будем так продолжать играть. Ну, о чем говорить? Ну, не свистят, ну, что теперь делать? В другом моменте свистнули. Ну, пенальти же поставили в той игре. Ну, поэтому все нормально, в принципе. Вы сказали о том, что есть мотивация стать лучшим форвардом страны. По каким критериям мы это можем определить? Ну, в первую очередь, понятно, голы и быть в списке бомбардеров наверху. Ну, это нормальная мотивация для каждого нападающего. Я не говорю только лично про себя. Вы меня спросили, какая мотивация, я ответил. Ну, быть всегда на виду, на слуху. То есть забивать, отдавать, играть каждую игру в основе. В принципе, ну, какие там обычные критерии для нападающего. Идут разговоры о том, что, ну, вот что сейчас сделать. Потому что нас не включают в состав участников отбора евро. Возможно, переход в Азию. Как вы на это смотрите? Вам бы было интересно сыграть? Я вообще без комментариев. Как решать, так и будет. Это не мое дело, не дело футболиста. Поэтому я вообще без понятия. Вы, как футболист, заинтересованы в том, чтобы играть за сборную в максимальном количестве разных турниров, играть в спарринг-матчей или все-таки брать отличные силы на матчи, которые, по сути, бессмысленно в какой-то степени не очень? Я, как футболист, мотивирован просто вызываться каждый раз в сборную. Там как будет. Если будут каждый раз игры – отлично. Ну, для меня лично так. Как ты сказал вчера о том, что ехали ростовские счастливые, довольные в сборную? Как вы наездили вообще? Ну, прилично. Ну, посчитайте, каждый выезд минимум 12 часов. Туда-обратно 24 день получается. Каждый выезд. Ну, кроме, наверное, Краснодара и ближайшего. Что у нас там ближайшее? Ближайшего, по-моему, нет больше. Сочи? Ну, Сочи, да. Может быть, мы в Сочи еще не ездили. А еще у вас в Питере? Еще будет в Грозный поездка на Кубок. Да, да. Ну, посчитайте. В Грозный, может, чуть меньше, потому что до Ставрополя, наверное, автобус на 5-6 часов. А тут самолет, ну, там, 7 часов туда. И потом… Ну, с Питера также, я думаю, часов 12. Ну, в итоге получается 20 часов плюс-минус. Так можно отводить новую специальность во время приезда. Какую? Ну, не знаю, какую.